МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Колидом болели? -"Колидом болели". -"Аллергия есть на какие-то препараты, на продукты?" -"Нет, вроде бы нет. -"На тагенки". -"Вакцину делали от гриппа в 2020 году?" -"Нет". После небольшого опроса, чтобы выявить возможные противопоказания к постановке прививки, фельдшер мобильной бригады Одинцовской областной больницы проводит осмотр пациентов измеряя температуру тела и уровень сатурации кислорода в крови. -"Противопоказания есть, если какие-то обострения хронических заболеваний идет. Если человек заболел какой-нибудь инфекцией, противопоказания. И заболевания крови тоже противопоказания". Если противопоказаний нет, то за соседним столом медсестры проводят вакцинацию. Как отмечают медики, в Одинцовском городском округе желающих привиться много. Это и молодежь, и представители старшего поколения, и люди среднего возраста. После проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции всем пациентам выдается сертификат и информационная памятка. -"Вам памятку дали? Там памятка есть у вас? Как себя вести, если вдруг симптомы какие-то будут? Если вдруг припухлась гиперемия в месте укола, то будет болеть рука, антигистаминный препарат. Если будет повышение температуры до 38,2, то будет себя чувствовать, то жаропонижающий пьем. Хорошо? В библиотеку номер один мобильная бригада приезжает уже не впервые. Вторым компонентом вакцины «Спутник Ви» в этот раз привили 22 участника клуба активное долголетие. Еще 8 были вакцинированы первым компонентом. Повторную прививку им сделают через 21 день. Здесь же.